Дорогие студенты, как вы знаете, цветки из лагов очень мелкие и довольно сложно устроены. Цветки собраны всегда в соцветии. Простейшее соцветие из лагов называется колосок. Поэтому кроме фотографий и гербарного материала мы решили вам показать, как устроены соцветия и цветки из лагов. Вот на таких вот муляжах замечательных, которые у нас есть, они крупные и по ним гораздо проще понять, как устроено соцветие из лагов. Элементарное соцветие из лагов, как я уже сказала, называется колосок. Вот у меня в руках муляж одного колоска пырея. Вот посмотрите, вот это ось сложного соцветия, на котором будут располагаться эти колоски. Как устроен колосок? У колоска есть нижняя колосковая чешуя и верхняя колосковая чешуя. Нижняя колосковая чешуя по оси располагается всегда немного ниже и, соответственно, снаружи, а верхняя колосковая чешуя, соответственно, чуть выше и, соответственно, более ко внутри. Дальше начинаются цветки. Здесь мы видим раз, два, три и четвертый нераспустившийся цветок. Как устроены цветки? Цветки образованы тоже двумя чешуями. Это нижняя цветковая чешуя и верхняя цветковая чешуя. На нижней цветковой чешуе есть ость. Не обязательно, не всегда она есть, не у всех видов. Но самое главное, что на верхней цветковой чешуе ости никогда не бывает. Ость может быть только на нижней цветковой чешуе. Верхняя цветковая чешуя, вот она. Она, как правило, мельче, чем нижняя цветковая чешуя. И достаточно часто бывает такая пленчатая, полупрозрачная, не окрашенная в зеленый цвет. Внутри располагаются все остальные элементы цветка, а именно андроцей, кеницей. Вот здесь мы видим тычинки. К сожалению, некоторая часть тычинок от этого належа уже оторвана. Но, тем не менее, вот мы видим тычиночные нити и сами тычинки. То же самое мы можем посмотреть про второй цветок. Вот она, нижняя цветковая чешуя, верхняя цветковая чешуя. Цветок достали полностью. И в нем располагается андроцей и геницея. Геницея на этом муляже нет, зато есть андроцей, состоящий из трех тычинок. Пыльник от одной оторвался, у двух других пыльники наличие. Посмотрим на другой муляж. Вот такой вот. Что мы здесь видим? Это нижняя колосковая чешуя. Это верхняя колосковая чешуя. Как мы это поняли, нижняя находится снаружи, верхняя более ковнутри. Снимаем колосковые чешуи. У нас остаются только цветки. Мы понимаем, что это соцветие, потому что мы видим здесь вот она, ось соцветия. Это нижняя цветковая чешуя. В ней находятся тычинки. Еще один цветок, тоже нижняя цветковая чешуя. И вот она, тут она, к сожалению, не достается. Вот она, верхняя цветковая чешуя, такая полупрозрачная, пленчатая. Еще один цветок, тоже нижняя чешуя, верхняя полупрозрачная, пленчатая. И вот это вот, недораспустившийся цветок, его разобрать невозможно. Это муляж колоска ржи. Это один из ваших объектов, который вы будете рисовать на сегодняшнем занятии. Обратите внимание, вот нижняя колосковая чешуя, верхняя колосковая чешуя. Дальше находятся два цветка. Раз цветок, два цветка. Кажется, что они сидят как будто бы супротивно, напротив друг друга на одном уровне. Но на самом деле можно посмотреть, что один находится чуть-чуть кнаружи, а второй чуть-чуть ковнутри. Соответственно, этот цветок сидит чуть ниже, а этот чуть выше. Что мы видим на этом муляже? Мы видим, он имитирует слез, мы видим все внутреннее строение. Вот это все, что осталось от верхней цветковой чешуи. Это все, что осталось от второй верхней цветковой чешуи. Это нижняя цветковая чешуя. И внутри мы видим геницей и антрацей. От антрацей осталась только одна тычника, к сожалению. Зато геницей довольно неплохо сохранился. Вот мы видим два рыльца, все как положено. Этот муляж имитирует цельное строение колосков и рыжей. Обратите внимание, вот это нижняя цветковая чешуя. На каждой нижней цветковой чешуе находится вот такая огромная ость. Ости могут быть только на нижних чешуях. На верхних цветковых чешуях остей не бывает. Мной ежет. Как тоненькое. Окей. Может, замечаем да.